Халло, Татьяха! Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку и основатель школы Твинс Чейнис. Все кругом говорят, что наступил бум изучения китайского языка. Спрос на специалистов со знанием китайского растет день ото дня. Конечно же, не хочется отставать и хочется тоже овладеть этим перспективным языком. Но вдруг не получится. Как бы заранее проверить свои способности, чтобы потом не жалеть потраченное время и деньги. В этом видео мы с вами проделаем мой авторский тест на способности к изучению китайского языка. Я составила этот тест на основе многолетнего опыта работы с самыми разными учениками, разных возрастов и разных способностей. Всего будет 13 заданий и вопросов. Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, будет вам даваться китайский язык или нет. Ну что, готовы? Тогда поехали! В начале будет несколько общих вопросов, а потом языковые задания. Комментарий по тесту дам в конце. А еще в конце будет очень крутой сюрприз. Так что смотрите видео до конца. Итак, первое задание. Проверим вашу память. Рассмотрите внимательно картинку в течение 10 секунд. Время пошло. А теперь ответьте на вопросы. Сколько было людей на фото? Дальше. Сколько было мужчин на фото? И вопрос посложнее. Как были расположены люди на фото? Назовите последовательность мужчин и женщин слева направо. А вот правильные ответы. Очевидно, что память – основной инструмент, помогающий нам в освоении любого языка. Если вы считаете, что память у вас не очень… Тут помню. Тут ничего. Не беда. Способов тренировки очень-очень много. В том числе изучение иностранного языка. Вот вам и круговорот. Следующий вопрос. Можете ли вы беспрерывно заниматься одним делом 20-30 минут? Просто ответьте – да или нет. Для покорения вершин китайского языка совершенно точно понадобится усидчивость. Ты куда? А ну-ка, зажги свет, садись и учи. Очевидно, что дело не только в таланте. Опять же, если у вас трудности с усидчивостью, начните создание учебной атмосферы. Подумайте, что может вдохновить вас на занятия. Может быть, это красивая тетрадь, чашка кофе. Ну и, конечно, желательно убрать телефон, чтобы вас ничто не отвлекало. Далее. Вам интересно слушать иностранную речь? Вспомните, когда вы слышите, как иностранцы говорят на улице или по телевизору, какая у вас реакция? Вы начинаете прислушиваться или стараетесь убежать, потому что ничего непонятно? Что сие значит? Очевидно, что без интереса к иностранной речи невозможно изучение другого языка, потому что все начинается именно со слушания. Если же такой интерес есть, значит, ваш внутренний исследователь готов к восприятию нового языка. Это как с ребенком, которому просто интересно слушать, изучать и понимать. Благодаря такому интересу возникают цели, регулярные действия и результаты. Вы любите читать? Просто ответьте, да или нет. Простой вопрос, но важный. Изучая язык, вам придется читать каждый день. Благодаря чтению развивается воображение, повышается грамотность и улучшаются речевые навыки. У вас хорошая дикция? Моя практика показывает, что люди с хорошей русской дикцией чаще добиваются хорошего китайского произношения. А попробуйте сказать нежно. Плюс, если у вас хорошая дикция, то приятным бонусом вы получаете хороший навык аудирования. А это уже серьезно. Вы общительный человек? Ответьте, не задумываясь. Очевидно, что основная функция языка коммуникативная. То есть здесь про общение. Самый быстрый способ заговорить на языке – это много общаться. Понятно, что без желания общаться будет гораздо сложнее освоить язык. И последний общий вопрос. Вы иногда подпеваете иностранным песням, даже если не знаете слов? Просто ответьте, да или нет. Подражание – это самый элементарный способ изучения языка. А подпевание иностранным песням – это не только про подражание, но и про интерес к исследованию нового. Переходим к языковой части. Посмотрите на экран. Как читается этот китайский слог, если это китайское слово читается сиань? Варианты ответов. Кси, си или си? Ваш ответ. Правильный ответ – си. Это было задание на логику, без которой никак не обойтись при изучении любого языка, тем более китайского. Китайский – это самый логичный язык из всех, что я изучала. А изучала я целых шесть языков. Снова внимание на экран. Отметьте лишнее слово. А вот и правильный ответ. Это слово лишнее, потому что у него указан другой значок тона. Это было задание на внимание и логику. Далее я произнесу четыре слова, а вы скажете, какое из них звучало отлично от других. Слушайте внимательно. Еще раз. Итак, какое слово звучало иначе? Правильный ответ – первое слово. У него была другая интонация. Это было задание на слуховое восприятие. Китайский язык тональный, поэтому нужно будет учиться различать разные интонации на слух. Теперь посмотрим иероглифы. Угадайте значение иероглифа. Если этот иероглиф значит один, а этот иероглиф значит три, то тогда этот иероглиф значит что? Правильный ответ – два. Уверена, что вы справились. Иероглифы про логику и про систему. Чтобы их легко запоминать, нужно эту систему с самого начала замечать. А теперь отметьте лишний иероглиф. Посмотрите внимательно. Это правильный ответ. Это лишний иероглиф. Он отличается от других по составу и внешне. И в конце посмотрим словообразование. Угадайте значение слова по описанию. Учение о счете – это математика, чтение или китайский. Правильный ответ, конечно же, математика. В китайском языке описательный принцип словообразования. Поэтому очень полезно угадывать значение по описанию. Таким образом, не придется каждый раз смотреть словарь. И последнее. Давайте угадаем значение еще одного слова. Рот красный – это болячка, помада или грязь. Правильный ответ – помада. Потому что после того, как мы покрасим наш рот помадой, он станет красным. Ну как, все верно ответили? Делитесь своими результатами в комментариях. Мне очень интересно. Если на общие вопросы вы в основном ответили «да», то есть не обязательно на все, но на большую часть, а во второй части в основном дали правильные ответы, то у вас совершенно точно есть способности к изучению китайского. Вам сам Бог велел пойти и изучать китайский. Если же у вас есть много неправильных ответов, но есть большое желание изучать китайский, не останавливайтесь. Терпение и труд вам обязательно помогут. А теперь обещанный сюрприз. Для тех, кто хочет начать изучать китайский правильно и эффективно, но все еще сомневается в своих способностях. Специально для вас я создала бесплатный игровой практикум «Китайский – это легко». Вас ждет 4 практических урока в формате игры, на которых вы узнаете, как всего за 5 минут запомнить 30 иероглифов. Вы научитесь их не только распознавать, но и напишите их. Также вы узнаете, как развивать слух, изучая китайские тоны и что это вообще такое. Научитесь их произносить и различать на слух. Хотите узнать, как учить китайский легко и с удовольствием? Тогда переходите по ссылке в описании под этим видео и присоединяйтесь к практикуму. А я с вами прощаюсь и жду вас на практикуме. С вами была Анна Кузина. До встречи в следующих видео. Bye-bye!